Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж все время жалуется на свое здоровье. Он приехал ко мне с другой страны. Почти полгода был без работы, устроился недавно. Он все время слышал жалобы о его плохом самочувствии. Я все время поддерживал его во всем. Даже купил им эти лекарства, чтобы он не жаловался. Все время токсичен о своем плохом здоровье. Я никогда не слышал от него радости, что у него появилась семья и скоро родится ребенок. При этом уничтожает меня. По дому я все делаю сама, когда прошу помощь и слышу массу претензий в свою сторону. Я при этом тоже работаю, все успеваю делать сама. Его выгоняю из дома, но не уходят. Я вполне могу прожить без него, с двумя детьми. Как быть, не знаю, как избавиться от такого человека, который женился на мне, чтобы решать свои комплексы и проблемы психологические. Я понимаю, если у него проблемы со здоровьем начались спустя годы. Но приехал, уже таким никто из врачей не ставит ему смертельный диагноз. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что у вас много злости. И я думаю, что первое, что нужно, это вот как раз всю эту злость прожить, которая у вас есть. Потому что она вас разрушает едва ли не сильнее, чем то, что делает ваш муж. Вот. Это первое, пожалуй, что нужно здесь увидеть. Второй момент. Не очень понятно, исходя из вашего сообщения, да? Вот понимали ли вы, знали ли вы, что человек такой, как бы, изначально, да? То есть вот, что он вот так будет жаловаться вам, не делать ничего по дому и так далее. Есть у меня такое ощущение, что вы как-то просто, ну, как будто бы, я бы сказал, разочарование, что ли, что ли, в человека. Вот. Не то, чтобы это было прямо плохо. То есть, ну, если, если вы в человека разочаровались, да? Если вы, вот, чувствуете, что, что разочарованы, то это, ну, вполне нормально. Вот. Если вы чувствуете, что разочарованы. Вот. А другой вопрос, на самом деле, заключается в том, что вы с этим делаете. Что вы делаете, грубо говоря, со своим разочарованием, да? Вот. То есть, ну, фактически, фактически, человек, если он, вот, живёт в вашей квартире, да, он не имеет на неё права. И вы можете его выгнать. Вот. Вызвать полицию. Полиция его выгнает. Вот. И, соответственно, потом вы разведетесь. Но мне кажется, что психологически, да, вы, несмотря на то, что говорите, что, ну, да, я без него проживу. Вот. Мне показалось, что, несмотря на то, что вы так говорите, вы как-то, ну, не решаетесь на то, чтобы он ушёл. Вот. И получается, что здесь у вас есть определённый конфликт. И вот этот конфликт нужно, в первую очередь, разрешить, да? Вот. Что тут может быть? Тут может быть страхи. Тут могут быть ещё какие-то чувства к человеку, что вполне нормально. Вот. Тут могут быть какие-то ваши собственные проблемы, которые уже вы решаете за этого человека. Вы говорите о том, что, как избавиться от того, кто женился на мне, чтобы решить свои комплексы. Ну, вы же, получается, сами позволили этому случиться. Необходимо понять, каким образом. Вот. Необходимо понять, как выстраивались ваши отношения. Вот. Что в ваших отношениях происходило, да? Вот. Как они развивались ваши отношения. Вот. И так далее. То есть, эти все вещи, их нужно, конечно же, рассмотреть. Чем лучше, чем подробнее, тем лучше. Ну, вот. Это, на мой взгляд, такой достаточно понятный факт. Вы спрашиваете нас, как вам быть, и опять же, какой здесь момент. Как быть, чтобы что. То есть, зависимости от того, что вы хотите получить. Вот. В зависимости от того, что вы хотите получить на выходе. Что вы хотите получить, как бы, в результате. Вот. Ну, вот. В зависимости от этого, я бы сказал, что уже можно будет какую-то модель поведения выстраивать. Но сначала нужно, конечно же, именно цель. Нужно, чтобы вы поставили себе цель. Вот. Я-то вообще чего хочу, да? Вот. Мне-то что нужно? Вот. Я-то что чувствую? А, ну, вполне возможно, что сейчас вам это мешает прочувствовать, да? Какая-то ваша злость, которую вы чувствуете, да? Какая-то злость, какая-то вот. Ну, в общем, ваш, так скажем, собственный, да, негатив. Вот. Вот. И я не говорю, что вашего негатива не должно быть. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я говорю только, я говорю только о том, вот. Что он есть, что вам тяжело. И вот это, соответственно, нужно, на мой взгляд, конечно же, корректировать. Вот. В целом, я бы сказал, что, ну, с точки зрения вот именно психологии, человек ведёт себя так, как он себя ведёт, в том числе и потому, что вы этому позволяете происходить. То есть, как-то вы сразу это не пресекли, да? Вы покупали ему, там, лекарства, то есть, поддерживали. Поддерживали его такое, ну, такое состояние. Поддерживали его такое вы поведение. Вот. И теперь он к этому поведению, к этой модели поведения. Если хотите, привык. Ему в этом теперь комфортно. И он уже только на это, в принципе, и рассчитывал. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы человек изменился, то меняться в первую очередь нужно вам. Вот. Меняться в первую очередь нужно вам. И менять своё поведение в первую очередь нужно вам. Если вы хотите каких-то перемен. Это сделать, на мой взгляд, можно, да? Вот. Ну, просто или тяжело завис тоже от вашей анализабельности, скажем так. Вот. То есть, от, ну, восприимчивости, от восприимчивости психотерапии. Вот. Ну, в целом, я думаю, что это всё можно скорректировать. Вот. То есть, ещё раз. Да-да. Понятно. Надеюсь, что я имею в виду. Сначала, вам нужно определить с тем, чего вы хотите и что чувствуете по отношению к своему мужу. Вот. Для этого, для этого, нужно, чтобы вы прожили свои чувства. Вот. В том числе злой, если вы вырезали её, да? Выплеснули её, да? Вот. Чтобы она вам, ну, не мешала. Как мешает, о-о-о-о-о, сейчас. Вот. О-о-о... После этого, после того, как вы определитесь своими чувствами и с тем, что вы хотите для, о-о-о, себя, за человека, да? И так далее. Вот. Вот. На мой взгляд, уже можно будет решать этот вопрос, связаны именно с тем как вам быть. В этой ситуации есть ощущение, что вы так же как ваш муж является жертвой. Ваш муж ведёт себя как жертва, это описано в треугольнике Картмана, и вы ведёте себя как жертвой. В результате того, что он ничего не делает, а вы делаете наоборот очень-очень много. То есть он позволяет себе, грубо говоря, лениться, а вы позволяете себе наоборот себя не жалеть как-то. Ну, оправдывает тем, что, наверное, что у вас много дел, оправдывает тем, что у вас много забот и так далее. Забот у вас действительно может быть много, но всё равно нужно как-то заботиться о себе. Мне, да, всё равно нужно как-то защищать свои интересы. Вот. А мне кажется, что вы как раз таки своего мужа довольно долгое время именно что жалели. Вот. Вы его именно что жалили, в итоге получилось вот то, что получилось. Дело в том, дело в том, что жалость к человеку просто так не приходит. То есть вы не просто так начали его жалеть. Вот. Наверняка у этого есть какие-то основания. Вот. И вот психологические основания для жалости к мужу. Ваша субъективная сторона этой жалости, конечно, нуждается в её рассмотрении и коррекции. То, что произошло так же может быть связано со слабыми личными границами. Ну, вашими. Вот. То есть, если у вас не чётко проставлены личные границы, вот, то такая ситуация, да, может, в принципе, повторится ещё, вот, с другим человеком. Поэтому, тут тоже нужно быть аккуратным. Ещё, конечно, вызывает вопрос, вопрос на то, что вот при том, какой человек ваш муж, да, как он сюда ведёт и так далее, вы завели с ним двоих детей. Вот. Или, может быть, ваш ребёнок один не от него, но в любом случае. Вот. То есть, как будто вы до конца, до, не знаю, последнего, что ли, верили в то, что человек изменится. Вера и надежда на то, что человек изменится не возникает из ниоткуда. Вот. То есть, это также связано с тем, как вы обращаетесь со своими эмоциями. Вот. как вы обращаетесь со своими чувствами и, в целом, как вы относитесь к себе. Обратите внимание, ну вот, пожалуйста, что ваше сообщение выглядит таким достаточно быстрым. Лихорадочным. Немножко сумбурным. Да? Вот. То есть, предполагаю, что вы находитесь в достаточно высоком эмоциональном, что ли, ваше, вот, предполагаю, вот, предполагаю, исходя из этого, что, конечно же, вам нелегко. Вот. Я думаю, что вам нелегко. Я думаю, что вам тяжело. Вот. И я думаю, что вы, само собой, злитесь. Вот. И вот это всё, то, что я описал, стало возможным благодаря тому, как вы сами себе относитесь. Вот. Себя, допустим, ну, игнорируете, да? Как вы сами себя воспринимаете. Вот. И так далее. И это нужно менять. Нужно менять эту историю. Нужно менять этот вектор. Вот. Такой вектор. Отношения к себе. Нужно менять. Вот. И в этом вам поможет психолог. Любой, которого вы выберете на нашем сайте. Вот. Выбирайте себе специалиста, да? И начинайте работу. Вот. Последнее. Что хотел бы сказать. Вы использовали такое слово, как токсичит. Я полагаю, что речь идёт о том, что человек вас оправляет. А вот. Ну, своими жалобами. Вот. Своими, может быть, словами, да? И очень важно, чтобы мы увидели, в чём идёт, в чём конкретно состоит ваше отравление. То есть, как вас конкретно это отравляет. Вот. Отравление, в первую очередь, проявляется в чувствовании несвободы. Ну, несвободы к самой себе. То есть, я несвободен внутри себя. Вот. Человек меня подавляет, да? Человек меня делает как-то меньше. Вот. Очень важно увидеть, как это происходит. Очень важно увидеть, как это происходит. Как человек делает вас несвободным. Да. Частично. Вы на этот вопрос отвечаете. Частично. Когда говорит об этом, что он вас уничтожает. Частично. Об этом вы говорите. Но то, что это частично, это не полностью. И, по крайней мере, это не раскрыто. Вот. То есть, не раскрыто. А то, как, как именно? А человек вас уничтожает. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы обманываете. Ни в коем случае. Но я хочу разобраться. Понимаете? Мне кажется, что разобраться очень и очень важно в этой всей истории для того, чтобы понимать, как и из чего проистекают ваши проблемы. Вот. Вот такой я могу вам дать ответ. Ответ. Сейчас с точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. позволит вам сформулировать базовые постилаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.